друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж эта неделя я надеюсь станет сначала коррекционный для американской валюты и потом впоследствии мы снова вернемся к тому нисходящему тренду о котором говорили ранее индекс доллара 91 90 сейчас котировки тут же смотрим на доходность американских облигаций 1 49 процента это практически можно сказать что минимальные уровни одни из самых минимальных значений с начала этого года и все нормально в плане реакции долгового рынка на те комментарии которые были сделаны федрезервом на прошлые недели инфляция как вы помните не является угрозой для американской экономики для фрс а для на политики регулятора может быть инфляция только угроза для спекулянтов которые считают что умнее чем представители американского регулятора и абсолютно уверены в том что хайза этих инфляционных рисков фрсу нужно начать корректировать денежно-кредитную политику менять ее отказываться от стимулирующего подхода повышать процентные ставки и сокращать программу количественного смягчения в ходе нашего вчерашнего стрима который я провел на в нашем телеграм-канале а маркет кстати говоря в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на него обязательно подпишитесь и будете также частью нашего огромного трейдерского сообщества каждый понедельник мы вам друзья даем возможность проголосовать за какую-то тему выбрать чтобы вы хотели чтобы я для вас разжевал по полочкам разложил я собственно этим и занимаюсь в общем подключайтесь присоединяйтесь и участвуйте в формировании нашего контента друзья потому что а все что мы делаем для вас в рамках нашего youtube канала той аналитики которые публикуются на сайте это для того чтобы у вас было больше информации в принятии на торговых решений давайте поговорим о том что у нас есть вот сейчас в прошествии практически четырех дней я рабочих трудовых дней после заседания фрс у нас в сухом остатке есть четкое понимание того что политика американского регулятора не изменилась фрс ничего не предпринял не забывайте абсолютно ничего только лишь допустил возможность каких-то изменений в очень отдаленной перспективе очень отдаленные перспективы это 2023 год разумеется учитывая как все на финансовых рынках меняется за более короткие промежутки времени 23 год это что-то прям невероятно я бы даже не хотел сейчас комментировать что может произойти к этому периоду времени и не нужно этого делать потому что глупо друзья нам нужно сфокусироваться на текущем годе на текущем цикле этих процентных ставок на тенденции проведения стимулирующих мер и на том что должно происходить здесь с тем что делается в моменте с курсом американского доллара поскольку перспектива повышения ставки двухлетней давности это совсем не споро я предлагаю вообще сейчас не говорите о возможности повышения процентной ставки а просто для себя еще раз уяснить что политика регулятора осталась точно такой же стимулирующей как и ранее опять же в стриме я напомню комментарий относительно того что буллард который является я признаю довольно авторитетным представителем американского регулятора буллард который возглавляет фрб сент-люис отметил что ставки могут быть повышенной раньше например в 22-м году кстати он также топит за идею того что фрс нужно отказаться от покупки ипотечных бумаг я кстати согласен с ним потому что действительно формируется самый настоящий пузырь на рынке ипотечного покрытия чтобы не допустить повторения ситуации двухтысячных годов может быть несколько поумерите стоит фидрезерву но здесь фишка в том друзья то что буллард это не голосующий член регулятора в этом году и его комментарии ну вот дальше того что просто его мнение идет через какие-то сми а в свет общественности дальше она пройти не может голосующие члены американского регулятора уже в принципе высказали свою позицию и эта позиция вам должна быть известна ни в этом году не в следующем ставки скорректированы не будут и как вы помните ранее комментировал что скорее всего учитывая реакцию бурную даже по доллару которую мы видели в последние дни а фрс решит поработать над ошибками потому что видеть насколько нервозен рынок и чувствительно к любым комментариям любым даже допущением что значит поработать над ошибками это через каждое выступление голосующих членов фрс донести до нас позицию что ребята мы проводим стимулирующую политику если вы решили что мы завтра повысим процентную ставку одумайтесь и вчера вильямс который является руководителем регионального отделения фрс нью-йорка то есть фрб нью-йорка собственно это и сделал стимулирующая политика останется в приоритете и повышение процентных ставок пока что опять же детально не обсуждается и не допускается в текущих условиях goldman sachs по-прежнему настоятельно рекомендует держать шорт по американской валюте и кстати эксперты goldman sachs считают что единственное на что можно рассчитывать это на одно повышение процентной ставки под самый конец 2023 года но это также небольшое лирическое отступление я по индексу доллара держу короткую позицию вам друзья рекомендую золото 1788 золото очень сильно продали но мы видим то что начали его уже откупать очень много инвестиций сейчас средств идет в тиф и spdr gold shares это один из крупных и тиф золотых фондов в пятницу приток средств него был сфиксирован на отметке почти в 650 миллионов долларов за один день друзья это один из самых максимальных уровней по притоку средств с января этого года ну понятно что сейчас очень заманчиво купить золото по таким ценам учитывая что мы говорим о бешеной инфляции повсеместно в мире если эта тенденция продолжится то скорее всего котировки золота очень быстро вернуться к отметке 1900 и выше я пока что вне сделок рынок нефти поздравляю вас друзья с достигнутой целью 75 долларов за баррель мы сделали как я и говорил 75 17 моменте помогает нефти отложенный спрос активности автомобилистов а переговоры по ядерной сделке которые с одной стороны говорят что отложены на август сентябрь есть другая точка зрения о том что они в принципе несостоятельны потому что к власти уране пришел лидер с ближайшим окружением на части с которого буквально несколько лет назад сша наложили санкции в плане вот санкции на физических лиц и я думаю что именно консерваторство этих людей и не позволит вести переговоры сша в конце концов не будем говорить может быть мы не сможем даже говорить о возвращении к ядерной сделке и соответственно не будет причин опасаться за до предложения со стороны ирана ну посмотрим как будут развиваться события на самом деле может быть и будут какие-то причины для и основы для диалога но это опять же друзья я думаю что в лучшем случае август сентябрь до этих пор эту тему вообще убираем с поля нашего зрения падение инвестиций тоже как-то уже не раз говорил что из-за именно этого возможно мы будем наблюдать за рынком нефти как за а сектором с супер циклом роста цен потому что при восстановлении спроса и при недостаточном инвестировании в новые проекты может возникнуть самый настоящий серьезнейший дефицит перспективе нескольких лет и поэтому я считаю что довольно здравыми являются прогнозы о том что мы можем увидеть по бренду даже 100 долларов за баррель в перспективе 2-4 лет но ближайшая цель и и как таковой сейчас локально у меня нету потому что 75 мы сделали если вы держите длинные позиции дальше то удачи вам друзья я в принципе на вашей стороне о новых сделках новых прокомментирую позже и фондовый рынок который я покупал я рекомендую это делать и вам друзья снп 4220 пунктов сейчас уже чуть-чуть снова до нового исторического максимума не достаем евро стокс то же самое 4107 пунктов тоже совсем рядом исторический хайл агар вчера подержала фондовый рынок комментарий о том что восстановление экономики европы на фоне ускоренных темпов вакцинации а идет высокими темпами причины покупки американского фондового рынка это бюджетное стимулирование это монетарная стимулирующая политика федрезерва и конечно же вакцинация друзья вот на этом как бы в столпе таком я рекомендую отстаивать ланги не важно чтобы упали там dow jones nasdaq и snp мы скоро увидим новые максимумы на этом все хорошего торговой сессии всем пока